Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерзлях. Задание 557. Точка касания, вписанная окружности равнобедренного треугольника, делит его боковую сторону в отношении 7 к 5. Считаю от вершины равнобедренного треугольника. Найдите сторону треугольника, если его периметр равен 68 сантиметрам. Итак, возьмем равнобедренный треугольник. АВС. Пусть в нем АВ и ВС будут равны боковые стороны. Впишем в него окружность. Вписанная окружность касается каждой из сторон. Обозначим точки касания МН и К. Значит, МН и К – это точки касания. Так, и нам сказано, что точка касания боковую сторону делит в отношении 7 к 5. Тогда пусть вот это… Ну, собственно говоря, вот начиная от вершины, значит, отрезок ВН относится к отрезку АН, как 7 относится к 5. И еще нам дан периметр треугольника АВС – 68 сантиметров. А найти нам нужны стороны треугольника АВС. То есть АВ, ну, ВС, она равна, конечно, АВ, и АС. Первое. Ну, начнем мы с того, что у нас есть три точки касания МН и К. Тогда мы воспользуемся свойством двухкасательных, проведенных из одной точки к одной окружности. Отрезки таких касательных равны. А именно, отрезок АМ равен отрезку АН. Так, отрезок ВН равен отрезку ВК. То есть отрезок от точки пересечения касательной, двухкасательных, до точки касания. И у нас еще есть ЦК и ЦМ. ЦК равно ЦМ. При этом, вот, отрезок ЦК, он равен… Ну, можно представить его как разность ВС минус ВК. Так, ВС – это все равно, что АВ. Значит, АВ минус… АВК – это все равно, что ВН. АВ минус ВН – это у нас АН. Значит, у нас получается, что ЦК равно АН. А учитывая, что ЦК равно ЦМ, значит, и ЦМ тоже. ЦМ равно АН. Давайте это все отметим на чертеже. Итак, АН равно АМ, ЦК равно АН и ЦК равно ЦМ. Значит, вот у нас четыре равных отрезка. Ну, и ВН равно ВК. Это тоже равные отрезки, но они не равны первым четырем. Таким образом, учитывая соотношение отрезков ВН и АН, которые нам дано в условии, мы можем обозначить… Ну, вот равные отрезки АН равно АМ, равно ЦМ и равно ЦК. И вот это мы все обозначим как 5Х. А отрезки ВН и ВК обозначим как 7Х. И тогда мы можем записать периметр треугольника АВС. Он, естественно, равен сумме сторон АВ плюс ВС плюс АС. А это будет равно… АВ у нас состоит из АН плюс ВН. Так, ВС можем написать ВК плюс ЦК. И плюс АС – это у нас АМ плюс ЦМ. Тогда это будет равно… Ну, АН плюс ВН – это 5Х плюс 7Х – это всего 12Х. ВС тоже 12Х. Можем и не вычислять, потому что АВ равно ВС. И плюс АМ плюс ЦМ. И АМ и ЦМ – это по 5Х. Значит, всего 10Х. Итого получаем 24 плюс 10 – это 34Х. Тогда мы имеем уравнение. 34Х равно 68 сантиметров. Отсюда х будет равно… 68 на 34 будет 2 сантиметра х. А тогда АВ равно ВС будет равно… 12 на 2 – это 24 сантиметра. А АС – это будет 10 умножить на 2. Это будет 20 сантиметров. Ну, можем записать ответ. Итак, АВ и ВС по 24 сантиметра. И АС – 10 сантиметров. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.